Очень модно идеализировать Грузию и реформы Михаила Саакашвили, которые считаются чуть ли не витринным образцом модернизации на постсоветском пространстве. А если был такой классный Михаил Саакашвили и такие просто замечательные витринные у него реформы, как любят многие у нас рассказывать, да? А что ж такое-то? Почему уже 8 лет сторонники реформ Саакашвили не могут вернуться к власти? Это график прироста в абсолютных цифрах, прироста валового внутреннего продукта Грузии за последние почти 20 лет, который поделен на два периода. Период Саакашвили и период, когда у власти находились его политические противники, Бедзин и Ванишвили и грузинская мечта. Вот этот график на экране, и из него очень четко видно, что вот 70% размеров экономики Грузии, которая существует сегодня, было создано в период реформ Саакашвили. И наоборот, после того, как Саакашвили ушел от власти, начиная с 2013 года, прирост ВВП Грузии был, в общем, таким ничтожным по историческим меркам. Сейчас грузинский ВВП составляет где-то около 18 миллиардов долларов. На момент, когда Саакашвили пришел к власти в 2003-м, он был менее 4 миллиардов долларов. И вот там более двух третей этого прироста, конечно, обеспечился Саакашвили и его реформой. А потом время как будто остановилось. Грузия, она очень сильно перестроила свою экономику на другие рельсы. Вот как мы здесь, например, обсуждали Армению в одной из наших предыдущих передач. И как раз я говорил о том, что проблема Армении в такой чрезмерной экономической зависимости от России, то есть она фактически не имеет выхода на другие рынки, вот кроме России. Основной экспорт идет в Россию, инвестиции из России. Грузии удалось здесь совершить определенное чудо. Грузия диверсифицировалась и вышла на другие рынки, привлекла других инвесторов. То есть сейчас вот эта экономическая зависимость от Путина, она не существует. Вторая история, и вот здесь еще в чем нужно, конечно, отдать должное Михаилу Саакашвили. С первого дня, как он пришел к власти, он последовательно добивался вывода российских военных баз с грузинской территории. И вот как мы знаем, по примеру, ряда других соседних стран, когда там на их территории находятся российские военные базы, то в один день вы можете проснуться и понять, что это уже не ваша территория. Мы знаем, где это вот, собственно, происходило. И Саакашвили, ну, видимо, сразу это понял. Вот это, конечно, то, что дико раздражало Путина. То есть Грузия по многим факторам страшно раздражала вот эту постимперскую российскую элиту. Тем, что была в авангарде борьбы с коммунистическим советским колхозом. Тем, что была одним из лидеров движения за европейскую интеграцию. Ну и в том числе одним из элементов этого была борьба за вывод военных баз. Они в 2007-м были выведены. Саакашвили добился успеха. Ну, в 2008-м Путин попытался взять реванш через вот эту агрессию, воспользовавшись таким давно готовящимся поводом. Но вот у него не получилось. Это еще раз подчеркивает очень важный момент. Вот все бывшие советские страны, на территории которых есть путинские военные базы. Вот отдавайте себе отчет в том, насколько это важный краеугольный момент для вашего суверенитета и безопасности. А если был такой классный Михаил Саакашвили и такие просто замечательные витринные у него реформы, как любят многие у нас рассказывать. А что ж такое-то? Почему уже 8 лет сторонники реформ Саакашвили не могут вернуться к власти? И выборы не совсем свободные и честные, но тем не менее демократические выборы, которые проходят в Грузии, все-таки выиграют противники Саакашвили и вот эта вот олигархическая партия Бедзин и Ванишвили «Грузинская мечта». Что ж такое? В чем дело-то? И вот здесь мы возвращаемся к теме того, насколько поляризующей фигурой в грузинской политике является сам Михаил Саакашвили, насколько неоднозначно воспринимается его политическое наследие, какой раскол существует среди сторонников тех реформ, которые при Саакашвили проводились. И вот то, что я хочу вам рассказать, это то, что эту ситуацию не стоит воспринимать однозначно. У нас, мы всегда пытаемся бегать за какими-то вот такими, как я сказал, витринными примерами, да, вот что просто можно взять, скопировать, да, и больше не париться. Вот, к сожалению, у нас многие пытались изобразить реформы Саакашвили вот чем-то именно такого рода. Были такие книжки всякие, почему у Грузии получилось. Мы видим, что получилось да не совсем, получилось многое, но тем не менее на определенном этапе страна зависла, политически отторгла Саакашвили и его методы управления. И вот об этом всем, признавая некие позитивные итоги политики Саакашвили для модернизации Грузии, признавая это, но обо всех этих вещах надо открыто говорить. Саакашвили все-таки сделал Грузию, давайте честно, дорогие грузины, не обижайтесь, да, до прихода Саакашвили к власти Грузия все-таки была периферийной страной на международной арене. Саакашвили приподнял ее до игрока, который заметен в мире. Вот, например, вы видите кадры Джорджа Буша, который выступал в Тбилиси, там, когда вы это гуглите, то вам первые выдают сообщение о том, что в них там Саакашвили какой-то сумасшедший бросил гранату, она не взорвалась, это действительно было. Но мы сейчас об этом не будем говорить, вот, что сам факт приезда президента Соединенных Штатов и вот такого горячего и теплого приема, это говорит о том, что при Саакашвили Грузия стала действительно заметна в мире. Следующая история, еще, опять же, это связанная с экономикой тема, но даже не доходя до экономических сюжетов, и здесь нам надо понимать, что для России это будет супер важно, когда мы свергнем диктатуру и начнем строить нашу прекрасную Россию будущего. Вот одна вещь, за которую Саакашвили стоит, конечно, сказать спасибо, это декриминализация страны. То есть, по сути дела, наследием режима Шеварднадзе в 2003 году, когда Саакашвили пришел к власти, было то, что это была просто территория, поделенная мафиозными группировками. Вот надо не забывать, что помимо экономики, там, дерегулирования, приватизации, открытия рынков, очень важная вещь, которую Саакашвили делал, он убрал криминал из власти, он принял закон о борьбе с оргпреступностью, он реально очень серьезно боролся с вот этим влиянием криминалитета на грузинскую политику, экономику, общественную жизнь, и очень здорово Грузию от этого очистил. Я думаю, что многие грузины со мной согласятся, что вот страна, которая была до Саакашвили в этом плане, как бы небо и земля, да, изменения произошли кардинальные. Откровенно говоря, вот у нас у многих был скепсис. Я думал, что Грузию вот так не удастся вырвать из лап криминальных группировок, но это было сделано блестяще, и это одна из важнейших реформ, которые нам обязательно нужно будет делать в России. Ну и, конечно, экономика. Давайте вот еще раз взглянем на этот график. Все-таки ситуация такая довольно однозначная в этом плане, что действительно Грузия была как бы очень бедной страной, когда Саакашвили пришел к власти, но когда он уходил, там был такой совершенно серьезный экономический рывок. Хотя вот здесь, я думаю, что достаточно плюсов на данный момент, и перейдем к всяким спорным моментам. Здесь мы в нашей прошлой передаче говорили о том, что да, модернизационный рывок, безусловно, имел место, это не вопрос. Но все-таки говорить о том, что Грузия превратилась в какую-то суперуспешную страну, ну нельзя. То есть вот мы видим, что Грузия все-таки занимает довольно периферийное место на экономической карте, и показатели ее экономического развития не очень высоки. Хотя еще раз, вот до начала всех этих реформ, они были где-то вообще там под плинтусом. Саакашвили обеспечил, безусловно, очень сильный рывок, но этого недостаточно. Грузия это по-прежнему довольно периферийная бедная европейская страна. То есть надо двигаться дальше, в этом плане остается пожалеть о вот этих годах застоя под властью Иванишвили и грузинской мечты. Но, как я уже говорил, на мой взгляд, здесь есть в том числе и объективная причина. Был достигнут определенный предел совершенства за счет внутренних реформ, и нужно было дальше двигаться по дороге уже глубокой евроинтеграции, но на этом фоне ничего не делается. И, кстати, Иванишвили и грузинская мечта за это напрямую ответственны. А это вот Грузин, непосредственно вовлеченный в экономические реформы, говорит о том, в чем была особенность реформ в Грузии, и вот она была в чем. У нас не было олигархи, такой, как в России или в Украине, которая мешала бы реформы проводить. Вот давайте послушаем этот короткий фрагмент. Грузия отличается от России, Украины, может, и других стран, потому что у нас нет олигархов как такового. У нас не было такой системы. Поэтому реформировать нашу страну было легче. Нет, если вы имеете в виду человека, то, который сейчас надо... Нет, у него в Грузии нет бизнеса в таком масштабе, что он был зависим от этого. Таким образом, в Грузии реформирование было легче. Мы реформировали быстро. Это очень важно. Это очень важно, потому что, когда Саакашвили нам приводят пример, вот говорят, вот нам бы в России его куда-то назначить, или в Украину его куда-то назначить. Ну, вот его назначили одесским губернатором, и выяснилось, что масштаб задачи совершенно другой, что уровень сопротивления совершенно другой. Это не какие-то криминальные авторитеты. Так вот, с олигархами и закулисным влиянием, особенно в таких тяжелых переходных странах, когда там нет законов о лоббизме, какого-то регулирования корпоративной коррупции и так далее, ну, очень сложно бороться и действовать таким наскоком, как Саакашвили пытался в Одессе. Здесь это не получится. У нас, ребят, не тот масштаб. И в этом смысле, конечно же, ну, так, если откровенно говорить, реформы в Грузии было делать на несколько порядков проще. То есть, считайте, что вот это вот на уровне губернатора какого-то отдельного региона был масштаб ситуации, да. Поэтому, на мой взгляд, я бы не переоценивал модельность этих реформ. И еще раз, в отсутствии вот такого мощного фактора сопротивления, как крупная промышленно-финансовая олигархия, ну, Саакашвили было гораздо легче добиться успеха. И самый главный момент, о котором мы говорили тоже в нашей прошлой передаче, это то, что, к сожалению, Саакашвили, вот в том числе эти свои успехи и международное признание, ну, давайте прямо скажем, он использовал это для укрепления режима личной власти. И в Грузии начались очень серьезные авторитарные тенденции. Я здесь ничего не придумываю. Мы показывали вам вот эти скриншоты из отчетов Freedom House за 2007-2008 годы, где видно прям очень резкое падение уровня свобод в Грузии и попытку Саакашвили и его правящей партии подавить оппозицию и действовать для удержания власти, в общем-то, такими довольно авторитарными методами. На мой взгляд, здесь ключевую роль сыграли американцы. Они объяснили Саакашвили, что если он проиграет на честных выборах, то ему лучше отдать власти уйти и не превращаться в еще одного такого авторитарного князька на постсоветском пространстве, куда, в общем-то, в конце правления Саакашвили дело и шло. И вот этот очень интересный скриншот с антирейтингами партии показывает, кстати говоря, на самом деле глубину раскола в грузинском обществе и в том числе поляризующее наследие Саакашвили. Это вот ответ на вопрос, а за какую политическую партию вы вообще не проголосуете никогда. И видно, что два лидера, это вот грузинская мечта олигарха Иванишвили и партия Единое национальное движение, которую Саакашвили в свое время возглавлял. Это вот была его партия, которая находилась у власти. То есть, как бы чума на оба ваших дома. Это, в принципе, мнение большинства грузинского общества, что их раздражают обе политические силы и наследие Саакашвили вызывает очень серьезные вопросы. И здесь, на мой взгляд, нельзя ограничиваться вот только такой податчик. Многие сторонники Саакашвили говорят, ну это вот любители старых порядков, номенклатура, мафия, мы их всех разогнали и поэтому они нас не любят. Вот это очень неправильный взгляд на ситуацию. Я думаю, что очень много обычных, честных грузин, ну реально были раздражены. Кстати говоря, против Саакашвили вот в конце его управления как раз голосовали города, а он поддерживал свою популярность именно в такой более сельской местности. Просвещенная часть грузинского общества, но ей не нравились эти авторитарные тенденции. Это вот приватизация такого опрозападного антипутинского дискурса. Поэтому, к сожалению, вот при всем том, что Саакашвили дал Грузии какой-то рывок, но это было сопряжено с абсолютно излишним, избыточным самопиаром, с авторитарными тенденциями и он, в общем, является фигурой, которая скорее раскалывает сегодня грузинское общество. Поэтому вот я бы не спешил признавать итоги правления Саакашвили вот такими однозначно позитивными, на которые надо ориентироваться как на какую-то модель.